В юности Земля могла поглотить похожую на Меркурий планету. Новости космоса и космонавтики на highnews.ru Новости высоких технологий космос в юности Земля могла поглотить похожую на Меркурий планету. Ильяхель 3 часа назад 379 просмотров Толкотня планет-гигантов Юпитера и Сатурна в ранние дни Солнечной системы, Возможно, доставили строительные блоки в виде похожей на Меркурий планеты на совсем юную Землю, обеспечив планету химией, которая разогрела металл планеты и которая остается жидким по сей день. Об этом говорит новое исследование. С помощью компьютерного моделирования ученые пытаются решить две давних загадки о рецепте матушки природы для Земли. Первое, это почему на планете в изобилии редкоземельные металлы самарей, SM и неодим, по сравнению с метеоритами, которые считаются образцами строительных блоков Земли. Вторая загадка, это как металлическое ядро планеты оставалось достаточно горячим в течение тысячелетий, чтобы продолжалась конвекция, процесс, генерирующий защитное магнитное поле Земли. Ученые Аксфордского университета Анки Воллерс и Бернард Вуд решили попробовать включить богатое серое тело вроде Меркурия в компьютерную модель образования Земли после того, как провели связи между предыдущими исследованиями коллег на тему редкоземельных элементов, в том числе и самарея и неодима, химическим несоответствием элементов между Землей и метеоритами и наблюдениями космического корабля. Мессенджер. «О том, что уровень серы на Меркурии достаточно высок. Тогда мы решили провести эксперименты, чтобы проверить эту идею», — рассказал Вуд. Discovery News. Модели показали, что врезавшееся тело должно быть размером в 20-40% от Земли, чтобы произвести нужную химическую смесь. Столкновение могло произойти, когда строительные блоки Земли объединялись вместе, или это мог быть возможный аналог Марса по имени Тея, которая попала в Землю и привела к образованию Луны. С движущимся Юпитером, внутренняя Солнечная система была как Шейкер, — говорит Вуд. В таких условиях, похожее на Меркурии тело могло метаться внутрь и наружу. Можно представить похожую на Меркурии юную Землю или более позднее столкновение с подобным телом, в процессе которого образовалась Луна. В экспериментах рассматривались возможные пути, по которым могли пойти редкоземельные элементы по мере окисления досульфидов и силикатов железа. Это также объясняет, как богатое серое ядро могло оставить достаточно радиоактивного урана и других элементов, чтобы работала динамо Земля, вращение жидкого железа, генерирующего магнитное поле планеты. Как и с любой новой идеей, потребуется много тестов, которые она должна пройти, прежде чем станет убедительной, говорит геохимик Ричард Карлсон из научного института Карниги. Сила современной геохимии заключается в том, что у нас есть достаточно точные данные по количеству почти каждого элемента в периодической системе, по крайней мере во внешних слоях Земли. Если формирование ядра в условиях, описанных Воллерсом и Вудом, можно будет воссоздать в экспериментах и будет воссоздана вся картина распределения элементов на Земле, это предоставят модели поддержку. Метки, Земля, Солнечная система, Солнце.